Всем привет, с вами Владик, я из Озер, мне 11 лет, а это мой друг. Я Даник, я из Озер, мне 10 лет. И сегодня они приехали в Гродно на молодежный фестиваль видеопроектов «Медиасфера». К слову, это самые юные участники конкурса. Мы решили с другом подумали-подумали и решили игрую стратегию, сказали нашему учителю, он сказал, что есть такой конкурс «Медиасфера». И мы решили поучаствовать, все засняли. Расположили камеру для устойчивости между книг, постарались снять и смонтировать быстро и качественно. Но говорят, это было непросто. И вот что получилось. Это наш первый обзор, не садитесь строго. Тут надо захватить эти все планеты. Это стратегия, в которой вы выбираете расу, за которую вы выбираете сложность, и вам надо захватить все правильности. В начале у нас это все отсвечивалось, потом мы монитор опустили, и мы как-то добились. А монтировали мы с помощью программы Windows Media. Камера у нас была Full HD 1080. Такие маленькие, а уже занимаются видеосъемкой и делают обзоры, скажете вы. Для самих же ребят в этом нет ничего удивительного. Дети нового поколения разбираются в компьютерах с ранних лет. И нет сомнений, еще совсем скоро, особенно при участии в таких конкурсах, как «Медиасфера», и ребята далеко шагнут. К слову, заявки на участие в фестивале поступили из Гродно, Минска, Бреста, Витебска, а также всех уголков нашей области. В зале собрались как школьники, так и студенты колледжей и вузов. В этом году организаторы фестиваля подготовили для них полезный сюрприз. Традиционно фестиваль поддерживают наши добрые друзья, журналисты. И в этом году для ребят пройдут мастер-классы от телерадиокомпании Гродно и телерадиовещательного канала Гродно+. Участники фестиваля не только представят свои фильмы, но и смогут под руководством профессионалов подготовить материал, но и, надеюсь, затем увидеть его на телеканале. Участников рассматривали согласно двум критериям. Профи, куда вошла студенческая молодежь высших учебных заведений, и юниоры для учащихся школ и колледжей. Работы оценивались по видео и звуковому ряду, режиссерской задумке и особенностям монтажа. Еще одной приятной особенностью фестиваля этого года стала специальная номинация в честь года Малой Родины. Участники и победители конкурса также посетили студенческий медиа-центр университета имени Янки Купалы и познакомились с проектами студентов, чтобы на следующий, девятый молодежный фестиваль «Медиасфера» показать еще более профессиональный результат. Вероника Трынкина, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова